друзья снежное осеннее утро у нас и не санте а вот такая красота сегодня будет на тесте цифера да кто помнит еще лаурель также максима вот она тяна 2010 года выпуска стоимость 845 тысяч рублей составляет такое кто сможете приобрести в салоне 16 риом вся подробная информация в ссылке в описании к видео автомобиль не простой интересный но во всем в порядке вот такой ключ так он открывается так закрывается почему не простой узнаете скоро даже бесключевой доступ здесь есть смотрите 20 закрылась открылась здесь немножко уже об шарпан chrome и так что сильно жаловаться но он обшарпан посмотрите какие кресла как они обыграли на тот момент эти моменты а хорошо не санте она вставляем крючки поэтому есть необходимость на зарядочке если нет просто нажимаем тормоз и на кнопку стартов двигатель здесь 2 и 5 литра 167 лошадиных сил и самое топовое здесь полный приват по друзья как заворошила смотрите снегом то на тот момент по ощущениям чек горит чек почему-то горит почему же он горит даже не знаю но это есть какие-то определенные причины господа в общем в момент они обыграли этот момент они не поставили атаманку на задний ряд сидений то есть для пассажира непосредственно справа они поставили ее непосредственно на переднюю сидушку представляете как они обыграли этот момент насколько они четко все сделали так где на так вот смотрите как она выдвигается от это атаманка невероятная штука на самом деле бац смотрите как можно все разложить так полностью и сейчас добавляю таким образом вот в принципе максимально вниз готова друзья спальное место класс просто на момент появления тиана насколько она произвела такой невероятный фурор да она наделала шорох она делала шуму это было видно невооруженным взглядом но в принципе тойота от этого ничего не потеряла она как была стабильной но не было у нее этой атаманки у camry не было у него полного привода условно говоря какой-то автомобиля но то это не теряла как бы вообще ничего она была обалденная она так и оставалась сказать здесь сидит шейджер на 6 дисков mp3 поддерживает ох сегодня прохладная без перчаток выскочил поэтому буду вот так вот так смотрите по сути в лидерах было все равно камрюха вот потом уже как-то подтягивалась там honda accord вот кто-то пересаживался на супер комфортно вот эту тиану кто-то присматривал себе посад кто-то даже шевроле малибу может себе купил или skoda superb но это опять-таки на вкус и цвет фломастера абсолютно разные бывают так что на момент появления как помню хороший автомобиль был очень даже хороший достойный крепкая и надежная подвеска не проблемный абсолютно силовой агрегат ну да вариатор жалуется у кого-то он отвалился на 100000 что клиноременный что клиноцепной просто нас культура эксплуатации этих трансмиссий еще очень далека от идеала поэтому каждый со своей колокольни смотрит на эту трансмиссию и как бы отвалится она не отвалится он не понимает что нужно немножко как бы нежно обращаться с ней деликатно и отсюда вот все беды танцуют у нас двести сорок восемь тысяч пробега здесь руль перетянули же не знаю реальный пробег нереальный прогреться опа так по высоте регулировку у нас тоже мультируль есть электропривод для складывания зеркала такой красивый центральный замок здесь даже две позиции памяти стернователя автоматическое стекло все вот это дело очищу смотрите каким образом она так на алипло все придется чистить ну ладно что ж пока греется тачка я думаю можно будет немножко я так смахнуть автомобиль не маленький да не маленький это вам не nissan almera габариты приличные у него все-таки бизнес-класс как ни крути у кого свое время может сейчас кто меня смотрит а прохладно с дальнего востока сибири у кого была nissan fuga с двигателем 3 7 я прекрасно понимает эту мощь у кого были автомобили гибридные nissan fuga я думаю в комментариях он напишет что лучше тачки нет и будет прав на сто процентов так и очищает автомобиль как видеть приличного лила мило скажем ночью мило почему без щетки на чтобы не царапать и за щетки там далеко бежать поэтому я побыстрому и так раскидаю как есть таким образом почистил никто ничего не испортил с одной стороны чистка рукавом где вы еще такое видите так сейчас там еще доработаю этот момент данным стеклом бац бац все готово опа опачки опачки остальное само отлетит так мы причесали аккуратно все готово такая красота хорошо давайте присяду опа потряхнулся аккуратненько check engine по разным причинам может загораться вообще там парад планет прошел какие-нибудь смешарики что не поделили вот вам и check engine но учитывая что check engine горит ей вообще без разницы она едет также ничего не отваливается сильно не требует там какую-то похвалы сервис все окей сразу конечно руль тяжелый почему потому что все-таки гидроусилитель и автомобиль большой его специально так завода настроили чтобы понимали все-таки что это не какой-нибудь там nissan note а приличный автомобиль я еще все свое время мечтал протестить какой-то nissan президент вот nissan sima до права руки эта тема но пока еще во время не попадались на тест такие авто надеюсь что будут скоро 4 списываю штурвал удобный достаточно удобный обзорность хорошая зеркала настроена прекрасно в этом автомобиле выезжаем аккуратненько четко на этой nissan сияние круиз все тоже работает мультируль bluetooth кстати она на летней резине на на полном приводе попробуем сейчас о гребет 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 ракшн срабатывает такой гудок здесь хороший красивый стабильно все стабильно друзья даже эти вставки под дерево в этом в топе не раздражает понятно что пластик да но как-то переклеить это в карбон либо затянуть в какой-то невероятный момент нет пожалуй нет такого желания все гармонично главное комфорт вот эти сидушки как ты смотришь на эспиро задумаешь супер комфорт потом уже присел катаешься и думаешь тут еще еще даже еще круче чем ожидалось очень комфортно что в управляемости что напоминают она сравнивать тут можно со многими автомобилями конечно по управляемости ну что-то среднее между допустим пассатом и тойотой камри вот что-то типа такого так у меня подогрев в сиденье похоже включился на как его выключить и где он находится я что-то пока не определил на подогрев явно сработал кстати где-то здесь а вот он здесь спрятан более-менее прогревается движок все 2 и 5 полный привод 167 лошадиных сил сейчас сказать хотелось бы немножко быстрее но неплохо вот он идет на одной передачи этот вариатор и все нет никаких имитаций типа я там переключаю что-то еще плавный ход просто больше ничего нет как-то так зато топливная экономичность зато плавность хода все это в этом автомобиле переплетается и это здорово красные стрелки приборку считывать достаточно легко в этом автомобиле спереди у нас стоит макферсон стабилизатор пречной устойчивости крепкая подвеска достаточно сзади многорычажная схема достаточно мощный подрамник лонжероны снизу свое время я помню у знакомого была тяна на него был передний привод и полный привод подвешивали смотрели ну как бы там пробег 350 был свой родной чтобы так сильно что-то сломалось там не припомню такого все хорошо в основном стабильно и автомобиль его радовал спустя годы прилично на нем накатал солидную сумму по километражу и моточасов много там было автомобиль все с достоинством выдержал что говорит о многом дальше в этом автомобиле нет каких-то роскошных элементов то есть это не инфинити да если хотите пороскошнее прям посолиднее авто то лучше присмотритесь наверное конференции ниссан здесь все попроще поспокойнее без лишних экстравагантных моментов ничего такого здесь нет все уже прогрелся мотор нормально что спокойно сейчас можно вариатор подстегнуть 80 градусов сейчас он убирает слушайте хорошо хорошо прям наверно все лошадиные силы остались под капотом все 167 трудятся дальше у нас мультимедиа не особо такая замудрена здесь магнитодержатель для вашего любимого телефона информация обслуживания там настройки это статус четыре кнопки вот так прокручиваете притом nissan на момент появления этого автомобиля они явно не промахнулись вот они рассчитали этот дизайн на годы чтобы он не устаревал во первых чтобы не устаревал во вторых чтобы было какое-то так скажем единение с ниссаном потому что это не начальная модель это модель для не среднего класса бизнес-класса поэтому здесь должно быть все четко инновационно и в первую очередь нам должно чем-то цеплять то есть они хотели удивить своих поклонников старой армии и и соответственно привлечь новых потому что в nissan все-таки они за инновации на тот момент были кожа не сильно потрескалась не сильно какой-то скажем лоск и потеряла и трещины при том счет эти всякие это скажем с возрастом которые возникают у кожи неприятные моменты когда она заминается или что-то еще здесь все благородно просто почистить возможно в детейлинг там подкрасить некоторые места и все достаточно неплохо будет я высказал что все в печальном состоянии потом она перфорированная спокойно даже не в профильном сервисе потому что этот автомобиль успеваемость 3 2 1 успеваем вот на желтый проект в общем никаких проблем с сервисом не будет много аналогов там можно даже какие-то китайские запчасти ставить хорошие китай почему бы нет да чем контрактное брать допустим вот я даже на так размышляю так что вполне себе есть чем побаловать вполне себе есть чем удивить автомобиль достойно внимания определенно достойно внимания каких-то возвышенных слов я не буду здесь говорить опять будете ругать меня в комментариях то что нужно ждать такое нахваливается давай скажи какой здесь лкп как она гнет разваливается на ходу как там отпрыгивает у него вариатор что с ним происходит со временем нет ребят все нормально все окей все как и было предписано предначерта на этом автомобиле происходит единственный момент что у многих это однажды когда-то была мечта и сейчас есть возможность воплотить эту мечту пусть даже уже в интерпретации был автомобиля наверное стоит отказываться от такой мечты потому что здесь есть есть за что зацепиться спустя годы это факт это факт сейчас наверное вот здесь можно будет становиться дрифтовать не собираюсь я на полном приводе но в этом немножко если ее подначить к чему-то она дает тебе свободу выбора вариатор еще более чем живой живее всех живых все хорошо у него никаких проблем он не испытывает вот такой экран для мультимедиа дисплей яркость контраст цвет фона зум меню навигация ладно навигация не удалось прочитать данные из дивиденки статус такая информация обслуживания расход топлива при этом нас удивит нет нет наверное такой будет большой но учитывая что полная привода все-таки 2,5 и масса 167 ну порядка там 12 литров по городу плюс-минус опять-таки я говорю если сила там газ в полос не выплясывает то такие данные кнопка назад войс это у нас соответственно голосовые команды дальше у нас загрузка диска идет здесь шейджер на 6 дисков прибавить и убавить звук здесь климат-контроль то есть это у нас температура все выводится видите на этом небольшом дисплее снизу 22 градуса и минимально мы можем показать по холоду 8 градусов неплохо здесь кондиционеры циркуляция clean то есть это очистка воздуха молот различные режимы задний обогрев передний обдув все работает прекрасно в тыпельнице прикуриватель знаете вот такое ощущение какого-то кадиллака когда здесь вот панелька в дереве все идет либо же бьюика у меня возникает два подстаканника удобных посмотрите здесь подлокотник аккуратный вещевой бокс есть и вот пожалуйста здесь есть и подогрев и вентиляция как для водителя так и для пассажира вот такие у нас здесь фиксаторы для всего на лоу поставлю и что такое опа так тюльпаны ави входы и даже розетка есть вот такие дела немножко какая-то краска лежала видимо для чего-то густерный пластик порадует конечно в некоторых местах хром уже красиво смотрится салонное зеркало заднего вида в данном случае она без автозатемнения контейнер для очков она бит ткани вот тут меняли уже лампочки похожи на то дело подсветка веет настоящим японским качеством по-другому и не скажешь по-другому и не сказать это факт с управлением борткомпьютер вся необходимая информация обслуживание там еще что-то указано действительно вот у меня было инновационно такие спы вы видите стороны автоматически лес опускается вниз стекло ну где-то немножко такие износ есть по моментам 4WD lock загорается тоже рядом с check engine 4WD lock отключение системы динамической стабилизации здесь открывание для крышки багажника открывание для лючка для бака и ножной стяночный тормоз таким образом активируется и вот еще мягкое все затянуто кожу с приятной аккуратной строчкой здесь подсветка откроем капот у этого автомобиля какие сидушки я прям я вылезаю как какой-то царь я типа царь в этой тачке вот эти моменты сломаны видите кручу верчу тебя все работает как бы все работает это просто сам фиксатор слетел смотри какая толстенная кожа мне кажется пробег там 600-700 тысяч вообще не вопрос для этой тачки она даже лучше становится она как-то даже комфортнее стала невероятно невероятно педальный узел вот так выглядит пол потолок чистые кошек не возили собак тоже видимо не курили в салоне это радует от автомобиля Тиана красивая надпись здесь рекомендации подавления в шинах 17-215 на 55-ом профиле смотрите хром он уже немножко потерял это у нас пик 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 сделал потому что ключи не находятся в салоне автомобиле я закрыл дверь вот диски оригинальные у нас стоят как видите с секретками тоже в данном случае открыл куда-то уехал не знаю после чего но не знаю уже не такой бодрый как был изначально здесь омыватели фар огромные при том посмотрите огромные немножко зазоры ушли конечно да зазоры ушли и хром уже прям плекнет сильно нужно помнить антихрон наверное делать и вот эта апельсиновая корка известная вещь так посмотрите видите она начинается вспучивание покраски так капот похоже будет не так легко открывать все слушайте он уже и не держит да уже не держит кочерги нет или есть кочерга я просто не вижу а все но здесь изначально газовые упоры стоят нашел я эту кочергу вот он 4 цилиндра 2.5 167 н.с. все сухое абсолютно как видите Nissan спустя годы удивляет своей живучестью плохих моментов как то вот ничего здесь не выстреливает ничего не удивляет а просто катает и катается спустя годы плохого нечего сказать надежности качестве Nissan ну не так что допустим как Nissan PowerL Nissan Skyline допустим свапнуть сюда какой-то RB ностальгически я не знаю вам это надо вот эта часть как видите здесь уже все такое побыхшее становится опять таки даже это со временем прогрессирует можно эти моменты с декором как-то самому ладит мы вспомним тоже здесь система доступа без ключа жалко что двери без доводчиков это посмотрите на эти барские царские кресла что они сделают тут у меня бардачок можно закрыть на ключ здесь даже есть DVD скорее всего это стандартное аудио видео о руководство по эксплуатации пожалуйста а класс Nissan все готово вау тут еще что то есть слушайте давайте посмотрим дико интересно с вами руки вверх вау класс любэ да да вечеринка в стиле стиле русского радио ок здесь и за десант и за спецназ и даже есть Барбоскины похоже да чуваки suits с так забыл я руки вверх поставить ну можно потусить как понимаете субботу вечером Туса будет в этой бачке Здесь тоже все аккуратно Четко Сдобрено О, какой снежок, а Класс, мне нравится Смотрите, сколько места здесь Сегодня уборка снега будет процветать, наверное На райончике Как минимум, видите, фо Если фо, то есть это полный привод 250XV Где у нас кнопка эта магическая Давайте попробуем На ключе нажать Нет, не хочет он так делать И, понятное дело, почему Нужно сделать это благодаря Вот этому фиксатору Все Открылся Пожалуйста Опа Кнопочки нет, только с салона Но, соответственно, происходит это дело Тут провода пусковые лежат Что-то делали со шприцем, видимо На рыбалку ездили точно И пылесосили Что это у нас такое? Да, похоже пылесос классный А багажник-то приличный по рамкам сегмента, друзья Смотрите, сколько здесь блоков различных DVD-CD, потому что Пожалуйста И при том штатная мультимедиа По колонкам Очень хорошо играет Басит как надо Закрываем Есть даже камеры заднего вида Хром страдает, конечно Прям очень Чистый декор Внутри и снаружи Немножко в этом автомобиле Не выдерживает, так скажем Пространственно-временной континуум Какое-то пятое измерение Для него необходимо Как-то видно Здесь как-то ему тяжко-тяжко Скоро уже елочки начнут устанавливать Опа Смотрите, привезли там Начинает суетиться Сооружать елки Здесь нет двойного остекления Шумоизоляция с годами Кому-то может не понравиться Слишком много сверчков Слишком много моментов Связанных с Можно сказать так Отслаиванием Пластиковым Просто устает Пластик, особенно Зимой Когда это все Задубело Да что я говорю Металлу ставят спустя Там 30 лет От автомобиля Вот я даже вижу Сам катался В автомобиле 30 лет И многие ожидают Вау, это наверное Новая тачка Даже если она в родном железе Подумайте Просто чисто Железо уже устало Это будешь чувствовать Когда будешь В минус 30 куда-то ехать И перекосы, перегибы Так скажем Ты поймешь Что металл уже там устал Не бывает чудес Срок Эксплуатации этого изделия Там даже пишут 5-7 лет Максимум 10 лет Нас катают На некоторых авто Там под 40 лет Ну просто любят Эту тачку Понимаете Любовь космическая Поэтому катают Подвеска Она собранная Комфортная Не особо настроенная На спортивность Но она дает Ощущение Хорошей плавности Хода Очень хорошей плавности Хода Но не такая подвеска Как Nissan Fuga На Nissan Fuga Допустим Это точно Потому что я сам Покатался на Fuga Относительно недавно Я ощутил Что такое Настоящий Можно сказать Предпремиум Бизнес-класса От Nissan Это да Это прям Удовольствие Вот он У меня Немножко ABS Наверное Сработал Так Хорошо Полный привод Выручает Конечно Зимой Очень сильно Если у вас Не Quattro А допустим Какой-нибудь Subar На полном Приводе Вы прекрасно Меня понимаете Если у вас X-Drive Тоже понимаете Если у вас Firmatic Форматика Хотите Одно Разодается Тоже Классная штука Четыре водолока У меня Почему так Загрелось Так Нужно будет Отключить Так Вот Отключил Чек может Гореть По разным Причинам Элементарно Неправильно Где-то Заправились Не понравился Бензин Автомобилю Также Катушки Свечи Нужно Посмотреть Может даже Пустяковое Дело Вот у меня Допустим На разных Автол У меня Катушка Одна была Где-то Свеча Где-то Что-то С проводом Было Не так Где-то Моросили Датчики Там Шалят Со временем Начинают Дурить Уже Много Всего Много Всего Так что Если мотор Отлично Тянет И горит Чек Скорее всего Плевая Причина И она Грамотным Механиком И Грамотным Человеком Который Разбирается В электрике Устраняется Очень быстро Поэтому Тут Можно сказать Решается Все своими силами И буквально Там Пару Дружеских Объятий И все Со старым Знакомым Вопрос решен Как-то так Здесь есть АБС И электронная Система Распределения Тормозных Усилий Все очень Учтиво В этом автомобиле Многие говорят Я хочу Пересесть На бизнес Седан Сначала Прокатитесь И поймите Нужен ли Такой Автомобиль Он Не маленький Понимаете Его парковать Просто еще Подумайте Где вы будете Расход топлива Никак На вашем Допустим Среднестатистическом Авто Допустим У вас Солярис Или Рио Поэтому Здесь нужно Очень много Взвесить И вот На грани Отбалансироваться И подумать Нужен ли Мне Вот этот Автомобиль Либо же лучше Оставить Свой полик И наслаждаться Поликом Да Комфорт Да Она Больше Интереснее Импозантнее Как-то Будет Выглядеть Гораздо Гораздо Интереснее Но Не более Чем Не более Чем Как-то Так Я Я Время Когда Брал Киа Пирус Я Думал Вау У меня Тачка Просто Невероятная Но В итоге Как бы Не знаю Не знаю Понравилось Мне это не понравилось Ну так я же Ее продал Видимо Не понравилось Наверное Не знаю даже Что и сказать И притом Друзья Здесь видно Что на некоторых Моментах Прям Действительно Экономили Вот допустим Они не сделали Отдельную кнопку Для того Чтобы Эту Атаманку Выставить Да Есть Моменты Связанные С пластиком Есть Моменты Связанные Там даже С элементами Пола и потолка Где Смогли Немножко Сэкономить Хотя Казалось бы Почему Здесь Какая-то Экономия Имеет Место Быть Так что Нужно Подумать Конечно Серьезно На тот момент Понимаете Они уже не могли Как-то Стабильно Наладить Качество Потому что Подбирались Уже Руки Маркетологов К этим Авто И Постепенно Они вот Отвоевывали Свой кусок Пирога Чтобы Где-то Вот давайте Сэкономим Где-то Поставим Вот так И Отдалялись Как механик Так и Инженер От этих Автомобили Уже На 2010 Тем более Там уже Понимаете В разгаре Альянс Был Рено Ниссан Потом Дальше Подсоединились Понимаете Мицпися И так далее Ауди А2 Друзья Ауди Спейсфрейм Алюминиевый Кузов Капсула Едет Не было Возможности Уже Как-то На горизонте Что-то Отрегулировать Там уже Все Шло По Накатанному Сценарию По Написанному Так скажем Большими боссами Которые Руководили Этими Компаниями Ну В том числе Карлс Гон Да Вы понимаете Тоже еще тот Суровый дядька Который все Наладил Сократил Производство Модели Ну хоть Геттер Растаял Уже Как-то На душе Стало Легче Вот Сейчас мы Искусственные Неровно Сделаем Пройдем Стабильненько И дальше Едем Охо Хо Хо Так Я аккуратно еду Потому что видите Все заснежено Раз И плюс Я на лейте Несмотря на то что Полный период Все таки Проявляю максимум Осторожность Потому что Мало ли что Мало ли что Ну-ка давайте Попробуем Расчехлить Ну тянет Слушайте Тянет На полном Приводе Тянет Очень хорошо Прям такой Марш-бросок Совершает Ооо Она прям Поехала Она прям Говорит Я тебя Еще удивлю Дружок Ты еще Не знаешь Что такое Настоящий Надежный Ниссан Я это умею И вот это Радует Автомобиль Это радует Это тебя Заводит Это тебя Скажем Взбадривает И Ты уже совершенно По-другому Смотришь На некоторые вещи Это классно Это классно Какие-то Гуляет пластик В салоне Немного Какие-то пипки Там отвалились Может крепление Фиксаторы Что-то не так Произошло Как-то так Клипсы Может отошли Это происходит Если Найдете В хорошем Состоянии Автомобиль Не замученный Владельцами И Безалаберной Эксплуатацией Потому что Все-таки Если вы Берете Тиану Самое главное В первую очередь Продиагностируйте Вариатор Что с ним Как с ним Если у вас есть По коробкам Спец Заезжайте Смотрите Пусть он Все разложит По полочкам Стоит ли брать Либо нет Если все хорошо Берите И соответственно Мотор Подвеска И по салону Посмотрите Внутри и снаружи А так Автомобиль Стоит брать Очень стоит Покупать Потому что Он не теряет Сильно в стоимости Достаточно ликвидный Никаких проблем В дальнейшем Не возникает С эксплуатацией У людей Сколько видел Таких Тиан Спустя годы Что с ними происходит Ничего не происходит Друзья Они просто так же Катают своих владельцев На ура Так что Я очень рекомендую Этот автомобиль Покупки Потом Наверное Уже со временем Вы будете Думать Покупить Какого-нибудь Финика Почему бы и нет Инфинити Пластная вещь Ну я думаю Не так Чтобы прям QX56 QX80 Но Что-нибудь побольше Поинтереснее Захотите Ну да И вообще Серия Викю моторов Как вы понимаете В основном Это Спортивная тема Это возможность Тюнинга Спортивные элементы Начиная С шатона Пошлиной группы До колена Вот Могут При агрессивной езде Эти силовые агрегаты Слегка Подъедать масло Но Все в рамках Приличий Не так Чтобы там Она захлебывается Маслом Там Что-то такое Плохое Происходит Так что Подумайте Автомобиль Замечательный Каких-то Вопросов К нему Характера Плохого Там И настроя Я Не могу Задавать Да их просто Собственно говоря Их нет Так что Подумайте Автомобиль Очень-очень Даже достойный По свежевыпавшему снегу Как охота Прокатиться Удовольствие Прям одно Одно удовольствие Какие вороны Огромные Слушайте Мне кажется Они так На ГМО разъелись Видите Они там Остатками Объятками Пытаются И вот просто Они какие-то Матанты ставят Они реально Огромные Какие-то Вот эти хини Огромные Эта ворона Реально Может там Шину Тащить Одна И слопать ее Где-нибудь Вон там На крыше Нереально Гигантские Почему они такие Напишите в комментариях Вороны Итог По этому автомобилю В общем Давайте Подведу Управляемость Ну наверное По 10-ти бальной Это 9 из 10 Можно поставить Прям даже Без натяжки Ходовка 10 из 10 Я бы поставил Наполнение Ну тут где-то 7 из 10 Внешняя часть Внешка Но опять-таки На любителя Там тоже 7 из 10 По мотору Наверное Можно 8 из 10 Ставить Коробка Нежная 5 из 10 Ну и вот В принципе Ликвидность Остальное Тоже 7 из 10 Так что Это такой Среднячок Выше среднего Крепыш Настоящий Надежный Японский автомобиль Покупайте Не пожалеете Я там более чем Уверен Такая классная Тиана Ниссан Тиана Все Услужливо Отодвигается Куда я открываю Ниссан Тиана Как Говорят Многие В США Вот она Такая Красивая Мощная Качка На этом Все Удачи Берегите себя Всем Хорошего Настроения